Всем привет! С вами Екатерина Ветра и вы на канале Бастик Мау. Сегодня я наконец покажу вам свои готовые иллюстрации за последнее время. Да, у нас уже середина мая, а я только сейчас села снимать готовые иллюстрации. Но в свое оправдание могу сказать, что у меня эти иллюстрации не только за апрель, а еще за предыдущие месяцы. И готовые иллюстрации у меня накапливаются довольно медленно, как вы понимаете. Поэтому у меня эти видео выходят не регулярно, и если и выходят, то не обязательно в начале месяца. Но, как я думаю, лучше поздно, чем вообще никогда, так что лучше я сниму сейчас. Я думаю, вам будет очень интересно посмотреть мои готовые иллюстрации, а мне будет очень приятно с вами ими поделиться. И, конечно, услышать ваше мнение по поводу моих работ. С самого начала этого года, 21-го, у меня деятельность на канале и вообще, в принципе, деятельность с раскрасками, которая связана, она была такая, немного рваная, так скажем, да, прыгала туда-сюда, туда-сюда. И у меня то я могла снимать и что-то раскрашивать, то у меня опять какой-то ступор непонятный, либо какие-то дела. И вот как-то нерегулярно все получалось. Поэтому работы копились довольно медленно. А сейчас давайте посмотрим мои готовые иллюстрации. Хочу я начать со своей личной иллюстрации, которую я нарисовала. Многие ее видели, многие ее знают, и я думаю, многие ее уже имеют у себя в коллекции, и кто-то даже ее раскрасил. Очень много красивых работ было прислано и выложено в Инстаграме. Вы мне просто очень сильно порадовали, спасибо всем, кто раскрасил мою работу, было очень приятно. А если у кого-то ее нету, то напоминаю, что вы можете написать мне в Инстаграме, и я абсолютно бесплатно вам вышлю эту иллюстрацию в формате PDF. Конечно, я не могла обойти стороной своей собственной иллюстрации и раскрасила одну из них. Их у меня всего две пока что, но на подходе уже несколько новых. Здесь у меня стандартный набор материалов, это карандаши Prismacolor и акварель. Также белой гуашью я прорабатывала мех у девушки. В принципе, мне нравится, как получилось. Это такая была зимняя иллюстрация в честь Нового года, в честь зимы. И поэтому я постаралась здесь изобразить падающий снег и звездное небо, все вместе. А вот сам дракончик у меня, по-моему, получился какой-то такой тепленький, горяченький. Такое ощущение, что он такой горячий, а она вот замерзла и греется об него. В общем, я довольна этим результатом. Мне нравится сочетание цветов. Нравится, особенно нравится сочетание цветов у самого дракона. Но такое, как мне кажется, необычное. Я надеюсь, вам не сильно карандаши и призмы бликуют, потому что они имеют такое свойство. Следующие иллюстрации были выполнены в Мистерии от Анастасии Колдаревой. Многие уже эти работы видели у меня в Инстаграме. Первое это вот такой вот темный эльф. Я думаю, те, кто знаком с этой расой, узнали его. И вот как-то я решила из этой девушки изобразить такого темного эльфика. Как вы видите, я дорисовала ей рожки и ушко. Эта работа была для меня таким экспериментом в плане того, что, например, здесь я впервые сплошняком, после того, как раскрасила цветочки, сплошняком покрыла акварелью, чтобы получился у меня эффект как тени, как будто она из тени такая выходит, выглядывает. И я немножко боялась, конечно, испортить, потому что все тупо залить черной краской, это рискованно. И еще плюс, здесь я впервые попробовала изобразить именно цветную кожу. Оттенки для этой кожи я подбирала сама на глаз. Мне кажется, получилось довольно неплохо. Для первого раза вполне сойдет. Здесь у меня использована акварель на фоне. Все остальное это карандашики Prismacolor. Рожки я сначала дорисовала, и темные линии, которые, волосы, цветы еще были здесь, я замазала белой гуашью. Потом сверху прошлась уже карандашиками Prismacolor. Также вот здесь при помощи губки изобразила такой какой-то эффект свечения непонятный. По-моему, белый акрил был. В принципе, результат очень даже неплохой, мне нравится. Даже удалось немножко передать эффект свечения вот здесь на коже. Очень симпатичная эльфийка получилась. Следующая иллюстрация это вот это вот отчаяние. Очень многие ее видели, также в инстаграм. А еще мне выходило видео, как я раскрашивала эту иллюстрацию. Там я объясняла подробнее, что это за задание, что это за отчаяние. Если вам интересно посмотреть, как я выполняла эту работу, то переходите по ссылочке, она вот здесь вот появится. Либо на моем канале найдете без проблем это видео. Здесь у меня также был такой своего рода эксперимент. Рискованный тоже, потому что здесь нужно было просто вот залить вот акварель так, чтобы она просто сама по себе, по рисунку, по готовому уже текла, и можно было много чего испортить. И она могла потечь не туда. Вот здесь она уже пыталась потечь не туда, но я ее вовремя остановила. Вот так бы личико залило, было бы, мне кажется, уже не очень. Здесь, как я и говорила, акварель и карандашики Prismacolor. В принципе, у меня нету разносолов, так скажем, в плане материалов. Я практически во всех работах использую либо Prismacolor с акварелью, либо gouache с Prismacolor, с призмами, либо иногда добавляю акварельные карандашики. Есть у меня такие раскраски, в которых я рисую исключительно акварельными карандашами. Повторюсь, что эту иллюстрацию я раскрашивала на видео, можете в подробностях посмотреть. Видео, кстати, получилось очень атмосферным. Если кому-то хочется помечтать, погрустить, добро пожаловать! Посмотрите это видео, может оно вас на что-то вдохновит. Результат мне более-менее нравится. Единственное, что сейчас я, наверное, более-менее как-то детальнее, поаккуратнее бы сделала все, потому что на тот момент я спешила, так как было ограничение во времени, и я боялась не успеть. Бумага, конечно, здесь не для акварели. Она не выдерживает, она протекает, как видите. Вся сминается, скукоживается. Но мне это не принципиально, потому что раскраска односторонняя, и мне не важно, что получилось на этой стороне. Вот, кстати, я немножко запачкала следующую иллюстрацию. Следующую иллюстрацию я покажу вам. Это в Jasmine Baggett Griffith Halloween. И эту иллюстрацию я начинала очень-очень давно. Но, по-моему, даже еще в том году. Я точно не помню, но многие, я думаю, вспомнят, что эту иллюстрацию я начинала на марафон Ольги Рани на тему маски. И вот такая вот милая, симпатичная, криповенькая девушка у меня получилась. Скажу честно, мне очень-очень нравится результат. У меня получилось то, что я и планировала, как у меня виделась эта картинка, так и получилось. Почему я так долго ее делала? Я не знаю. Сначала я с энтузиазмом прям начала. Сделала девочку. Полностью раскрасила ее карандашами, призмами. И все. Нужно раскрашивать фон. Я заступорилась, остановилась. И долго никак не могла понять, как мне его раскрасить. То есть вдохновение куда-то пропало. И я не знала, как изобразить вот этого вот всадника на лошади. Вот этого чумного доктора. Чумной или чумный? Как правильно? И все остальное, что сзади там виднелось. Ну вот не знаю. Не могла никак понять, что мне с этой иллюстрацией сделать. Девочка мне очень нравилась. Мне очень хотелось закончить эту иллюстрацию. Но вот какой-то ступор был. И этот ступор был довольно долго. И вот только недавно я наконец закончила эту иллюстрацию. Все-таки преодолела этот ступор. И в принципе я довольна и фоном, и девочкой. И всей этой иллюстрацией. Мне кажется, по атмосфере она получилась идеальной. В особенности мне нравится раскрашивать в этой раскраске. Еще плюс потому, что... Ну не только из-за классных иллюстраций. Еще потому, что здесь прекрасная бумага. Она и с акварелью хорошо ладит. И с карандашами. Бумага немножко кукожится. Ее ведет, но она не протекает нисколечко. Вот такая вот атмосферная иллюстрация у меня получилась. Следующая иллюстрация. Это также Жасмин Беккет Гриффит. И здесь я покажу иллюстрацию, которая уже больше года, наверное, готова. И сейчас я объясню, почему я ее вам не показывала. А показывать я ее вам не могла. Потому что это был марафон с несколькими девушками, колористами, прекрасными девушками. Всем привет, кто меня смотрит из них. И был это очень интересный марафон. Так как нас было довольно большое количество человек в этом марафоне участвовало, то поэтому мы немножко затянули с этим марафоном. Понятное дело, у всех дела. Более подробно об этом марафоне вы можете узнать из видео Катюши Жунузбаевой. Думаю, многие ее знают. Ссылочку я оставлю под этим видео внизу в описании. Обязательно перейдите, посмотрите. Вы поймете смысл этого марафона. И здесь у меня получилась вот такая вот прекрасная пиратка. У всех получились просто прекрасные работы, очень красивые. И у всех они получились разные. И плюс к тому, что мы раскрашивали не одну картинку, а у всех получилась своя картинка. Но если вам интересно услышать, что же это за марафон был, обязательно переходите по ссылочке и смотрите видео Катюши. Там у нее есть и готовые работы всех участников. И также она объясняет условия самого марафона. Благодаря этому марафону я сделала эту иллюстрацию. Потому что если бы не этот марафон, я бы, наверное, эту иллюстрацию начала бы еще очень-очень и скоро. Так как она не входила, так скажем, в топ моих любимых иллюстраций из этой раскраски. И сейчас я нисколько об этом не жалею, что я все-таки ее раскрасила. Потому что в раскрашенном виде она, конечно, прекрасная. Это девушка, пиратка. Это сочетание цветов. Все получилось очень-очень даже прикольно. Здесь, как всегда, акварель и карандаши призма-колор. Получилась прекрасная иллюстрация. Еще одна иллюстрация в этой книжке. Я этому очень рада. И также большое спасибо хочу сказать всем девчонкам, которые вместе со мной раскрашивали на этот марафон свои иллюстрации. Спасибо вам большое. Мне было очень-очень интересно. Особенно было интересно, наконец, увидеть у всех готовые работы. Следующая иллюстрация это мой позор. Да, я ее вот совсем недавно сделала. Но скажу вам, она мне вообще нисколечко не нравится. Но раз я ее сделала, нужно показать. Нужно показывать то, что не получается, я считаю. Вот, все равно это какой-то опыт. Волшебство природы. Была куплена очень-очень давно. И очень-очень давно лежит у меня неначатая. А почему неначатая? Потому что я ее боялась начинать. Так как покупала ее для того, чтобы рисовать здесь акварелью. Потому что, ну так как здесь иллюстрации очень реалистичные. Такие природные. И мне кажется, что такие иллюстрации, такую тематику очень прикольно было бы раскрашивать именно акварелью. Так как акварель тоже такая живописная краска такая. Красивая, нежная. Как и природа. Вот такая вот грязюка, я так бы сказала, получилась. Это у меня деревенская ласточка. И, как мне кажется, у меня получилось вообще ничего не получилось. Я недовольна этой иллюстрацией. Не знаю, что здесь не так. Но что мне здесь смущает, это то, что у меня получилось как-то все грязно, темно. И совсем не ярко. Ну, то есть не так, как я планировала раскрашивать эту иллюстрацию. Эту раскраску. Как видите, здесь такие природные картинки. И как бы хотелось, чтобы более нежно что ли получалось. Ну, вот, например, как здесь. Вот, посмотрите, какой фон здесь. Тоже видно, что акварелью выполнен. Птички какие светленькие, яркие. Все красиво. Но у меня получилась какая-то фигня. Может, просто картинка неудачная. То, что здесь на фоне практически ничего нет, кроме этих досок и большого гнезда. Гнездо каким цветом делать? Ну, только какие-то вот такие у меня в голове гнезда. Какие-то темные, коричневые, из палочек, из грязи, из травинок сухих. Какие они еще бывают? Вот, птичек пыталась сделать более ярко. Но все равно, видимо, взаимодействие со всем этим фоном. Они немножко загрязнились, стали грязными птичками. Но, конечно, я не буду опускать руки. Я буду возвращаться к этой раскраске, я надеюсь. И все равно, практиковаться это значит красить и дальше. Если первый блин кома, то это ничего страшного. Нужна практика. Будем раскрашивать дальше эти прекрасные иллюстрации. Иллюстрации действительно красивые. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете об этой работе. Но я ею недовольна. Последняя раскраска. Это моя любимая мифоморфоза от Кербера Заноса. И, как вы понимаете, здесь 4 работы, которые я делала на свой челлендж. Который назывался «Ударю по раскраске». Челлендж заключался в том, что я беру раскраску, которую планирую закончить. И за неделю, то есть выбираю 3 иллюстрации. И за неделю эти 3 иллюстрации делаю. Но, так как здесь у меня были 2 недоделки, я решила эти 2 недоделки совместить. И получится 1 иллюстрация полноценная. То есть, всего готовых должно было получиться 4 иллюстрации. Но 1 я не успела доделать. Но обещала ее доделать чуть позже. И обязательно показать вам. И сейчас вы, конечно, все увидите. Первая моя недоделка была. Это вот этот вот баку. Вот такой вот у меня получился космический разворот. Мне очень нравится. Я с самого начала планировала эту иллюстрацию сделать теми же материалами, в том же стиле, что и вот это вот. Кстати, вот эту иллюстрацию песочного человека. Я рисовала на видео. Вы также можете процесс посмотреть на моем канале. Давнишнее видео, но я думаю, оно еще актуально. И точно так же я раскрашивала и вот этого баку. И я очень довольна этим разворотом. Он получился каким-то таким прям ярким, насыщенным. И в то же время сдержанным в оттенках и цветах. Здесь я использовала, как всегда, призмы. На фоне черный это акрил. И губкой цветной также акрилом сделала что-то вроде космоса. Таких космических облаков. Ну вот, в принципе, и все, что можно еще тут сказать. Получился хороший результат. Следующая недоделка была вот такая большая черепаха. Огромный разворот. Который я делала довольно долго. Также с перерывами. Поначалу я с вдохновением подошла к этой иллюстрации. Так резко начала ее раскрашивать. Сделала фон. Фон делала гуашью вот этот весь. А остальное все карандаши призмы. И вот эта вот голубая водичка. Это были акварельные карандаши. Двух видов. Это Кахинор и Дервент Инктенса. Ну и также, конечно, белая боска. Белая гуашь. Где-то в бликах, в водичке. В пузыречках вот в этих всех. Сначала я сделала фон. И у меня какой-то опять ступор возник. И надолго отложилась эта иллюстрация. Но все-таки я взяла себе в руки. Я ее доделала. И мне она нравится. Получилась такая яркая, сочная, летняя. Сразу навевает мысль, желание окунуться в море. Поехать куда-то на тропические острова. Ставьте лайк те, кто тоже хочет съездить в такой прекрасный отпуск. Следующая иллюстрация была сделана здесь. Это вот такой вот василиск. Он мне очень нравится. Получился такой интересный змееныш. Мне нравится небо, деревья, камушки. Это все я сделала с помощью гуаши. Самого василиска и змеюк, вот этих маленьких, я сделала карандашами призма колор. Я надеюсь, он не сильно вам бликует. Его видно. Какой он на самом деле по цвету. Так как когда бликует, цвет теряется. Яркость теряется. И этот василиск занял у меня довольно долгое время. Из-за чего я не успела сделать и следующую иллюстрацию. Поначалу все быстро шло. Но потом я заморочилась с вот этой мелочью. С этими камушками, со змейками. Со всеми этими листиками. Вот. Самого василиска сделала довольно быстро. А вот когда мелочь началась, то там уже как-то меня затянуло. И я закопалась в них. Но в итоге я не жалею о потраченном времени. Потому что результат мне нравится. Очень такой атмосферный и красивый разворот получился. Как мне кажется по цветам. Такой насыщенный, красивый и хорошо сочетаются друг с другом. В этой раскраске я не пользуюсь акварелью. Исключительно пользуюсь гуашью на фоне. Потому что это хорошая альтернатива акварели. Так как здесь акварель вообще никак не тянет. То есть она сразу протекает. И вообще все некрасиво. А гуашью можно сделать очень даже насыщенный, яркий, красивый фон. Без вреда для бумаги. Ну и последний, четвертый. Я думаю многие помнят, что это был старичок-лесовичок. Или как Кербин назвал его лесной тролль. Вот такой вот троллюша. Милый такой персонажик. Получилась довольно яркая, насыщенная картинка. Очень летняя, очень сказочная, как мне кажется. Когда был челлендж, я успела сделать только фон. Чисто вот фон гуашью зеленый. А вот самого этого троллика и все вот вокруг дерева я не успела. И уже потом дорисовала это все с помощью карандашей призма колор. В принципе, мне очень нравится эта иллюстрация. Мне нравится то, что она такая яркая получилась. Может где-то что-то не сочетается. Там цвета грибочков или еще что-то. Птичка какого-то странного цвета. Но в целом я лично довольна. Получилось практически так же, как я и видела эту картинку. Видела я ее именно такой зеленой, лесной, сказочной. Не знаю, по яркости такое или нет. Может она слишком яркая получилась. Но ничего. Это же все-таки сказочный персонаж. Сказочная иллюстрация. А сказки иногда должны быть яркими, а не только страшными. В общем, вот такая вот иллюстрация. В итоге получилось уже четвертая. И я ей также довольна. Я думаю, что такие челленджи с этой раскраской я буду проводить дальше. Лишь бы было время. Потому что мне очень понравилось это. И это довольно быстро продвигает раскраску. Ну вот и все на сегодня. Это были все мои работы, которые я хотела вам показать. Хочу вам сказать, что у меня есть уже парочка готовых работ, которые я здесь не показывала. Но они были сделаны в рамках одного видео, которое скоро выйдет на моем канале. И конечно, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Здесь вас будут ждать еще более интересные видео. Также заходите в мой инстаграм. Подписывайтесь и там. Вдохновения вам и хорошего настроения. Всех вас очень люблю. И спасибо, что вы со мной. И всем пока!